На часах начала второго, это программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Особое мнение сегодня свое выскажет в нашей студии Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Напомню нашим слушателям традиционно о том, что на сайте хакирова.ру есть не только аудио, но и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, вы имеете возможность там же на сайте задать вопрос гостям программы «Особое мнение». Ну что, сегодня у нас обширная с вами программа, много тем для обсуждения. На сайте вопросов нет, да? На сайте вопросов, я сейчас смотрю, нет. Возможно, анонс поздно как-то появился. Погода ведь хорошая. Наверное, многим не хочется уже сидеть за компьютером, что-то там пролистывать, читать, вопросы задавать. Хочется любоваться солнцем, листвой, зеленью. Кстати, сегодня впервые прошелся Куале, Октябрьского проспекта, вот эта часть у Сельхозакадемии. Как она чудно расцвела. Ну, пока впечатляет, наверное. Расцвела чудно и запах. Свежая зелень. Ну, начну с темы, наверное, не самой острой, но все-таки. Ночь музеев прошла в нашем городе традиционно. В третий раз. В третий раз, да, в ночь с субботы на воскресенье. Вы, судя по вашим фотографиям в фейсбуке, были в Ночи музеев в музее Восьмецовых. Да, даже видеоролик сделал. Видеоролик, да. Почти 10-минутный, да, я видел вчера. Как оцениваете происходящее? Я смотрел, как много положительных, так и есть и отрицательные отзывы. Ну, я бы так сказал, уже третий раз проходит, а третий раз присутствую. Очень приятно смотреть, когда очень много приходит молодежи и детей. Это положительно. И тенденции на снижение я не вижу, наверное, наоборот. То, что претензии были, ну, наверное, какие-то претензии могут быть. Я, например, не понимаю, для чего делают вот такой сложный вход в музей Восьмецовых, в частности, что очередь стоит, затем партии им запускают. Баланс, примерно, да, я так понимаю, присутствующих внутри одинаковый. Могли бы всех запускать. А выпускают как партия? Я, к сожалению, не вне. Нет, выпускают любой, кто выходит, но там охранник стоит, он, мне так кажется, типа считает. Примерно там посчитал 15 человек, ага, 15 человек запустило. 15 вышло, 15 запустило, и вот так как-то вот. Вот участники ночью в музеях на одном из сайтов жаловались как раз-таки на охранников, перешептывались они там между собой. О, шатаются по ночам, нечего дома сидеть. Что-то в этом роде отпугивает этих людей. Нет, честно говоря, вот прямо скажу, судя по лицам работников музея, которые я наблюдал вот третий раз, им это не очень интересно. Им не хотелось. Им они, как я часто называю такое правило, ходят вот всякие, мешают работать. Типа вот такого. Это для них, насколько я понимаю, для них это обезобовка, спущенная сверху, которую нужно провести. Да, но об этом говорит еще другой момент, о том, что вопрос не раз уже поднимался, а то времени работы вообще музея в обычные дни, что до 17 часов касса работает, люди работают до 17, 18, музей до 17, 18, как-то непонятно. Мы хотим, чтобы люди больше в музей ходили, а человеку после работы, получается, не попасть в музей. Только выходной, это, наверное, неправильно, надо менять. Ну, мне кажется, сложно очень видеть. А вы знаете, есть технологии уже отработанные, по-моему, в Перми так сделали. Там делается как, те работники в музее, которые научные работники, они работают на обычный рабочий день, как полагается. А те, которые со зрителями работают, с посетителями, у них в течение дня большой перерыв, там, 3-4 часа. Они с утра открываются, затем 3-4 часа перерыв большой, затем вечером работают, никакие проблемы. Когда проводилась последняя прямая линия с главой регионы, на нашем сайте появился один из вопросов. Такой упрек в адрес музеев, ну, Ночь музеев, такое уж очень громкое название, на самом деле там все заканчивается в полночь, да? Нет, в этот раз, в прошлый раз было в 10 часов, нынче в 12. В 12 в полночь. То есть продление. И по мнению нашего пользователя сайта и нашего слушателя, видимо, логичнее было бы, ну, продлить часиков до 3, пишет он. Нет, мне кажется, к этому постепенно надо идти, не сразу. То есть, когда организаторы увидят, что, да, действительно, это было большое, люди хотят еще дольше, тогда потихонечку, может быть, это время увеличивать. Тоже видел такие мнения о том, что, ну, Ночь музеев превращается в некую солянку. В какие-то творческие коллективы выступают, в фаер-шоу, вот кому-то это не нравится. Нет, наоборот, хорошо, пусть приходят больше и нормально, я считаю, это вполне закономерно. А само наполнение Ночи музеев, может быть, ее как-то, не знаю, составлять по опросам каким-то, по заранее собираемым мнениям? Вообще, как наполнение, должно оно отличаться от обычного рабочего, нерабочего? Нет, оно явно отличается. Дело в том, что, ну, вот я был в музее Васнецовых, я в палеонтологическом, но, на самом деле, проходили мероприятия во многих музеях, практически во всех музеях. И наполняемость-то приличная, но, во всяком случае, мои знакомые где-то в других музеях были, они говорят, народу много ходит. К сожалению, не знаю, как с этим дела обстоят в районах, а вам известно, как там проходят Ночи музеи? По-моему, в Белой Холунице они что-то проводили, и тоже народ был. То есть, потихонечку это доходит и туда, и там будет проводиться. Например, вот я жил сам в Слободском, я знаю там очень замечательный краеведческий музей. Я там много раз бывал и с удовольствием посещаю, и сейчас, когда, получается, захожу, потому что даже экспозиции особо и не меняются, но как-то вот, как-то так с душой сделано все. Не зря же Слободской называют, как Вятским Сузбель, да? Ну да, город с изюминками, безусловно. И вот, видимо, специально к Ночи музеев появился опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, опрос по поводу того, насколько часто жители нашей страны ходят в музеи, посещают музеи. В этом году 7% только лишь наших соотечественников ответили, что никогда в музее не бывали. В 2009 году, пишет ВЦИОМ, этот процент достигал 20. Пойти на вопрос, какие чаще всего музеи вы посещаете, 57% респондентов ответили, что исторические экспозиции. На втором месте изящное искусство, картинные галереи, музеи, посвященные кино, театру и фотографии посещают 40%. И на третьем месте кривические музеи. Наверное, типичная такая раскладка. Типичный расклад. Но здесь, вы знаете, вот если сравнивать, допустим, этот опрос и про 2009 года, вообще цифры эти от лукавого, как вопрос был поставлен, как заодно был вопрос. И дальше мы к чему стремимся? Если ноль будет, то мы возрадуемся, что, ой, как хорошо, у нас все ходят в музеи. И что и проблемы нет, что ли? Наверное, это... И там уже надо учесть. Довольно незначительное количество участвует в этих вопросах. И не каждый человек хочет в музей ходить. Это его право. Не нравится ему, он не ходит. И дальше это работникам, наверное, на музеях задуматься. Раз люди немного ходят, кто не ходит, то значит, что-то его не привлекает, что-то интересное, где информация не доходит. Ну, вы в курсе, да, что в нашем городе будет открыт? Или уже открылся, я в жизни не в курсе, политехнический мысль? Я не слышал. Невозможная техника? Я не слышал. Я слышал, что разговор об этом давно уже ходит, очень давно, но пока я не слышал такого. Может, пропустил, знаю. Николай Пихтин в нашей студии, именно его особое мнение мы сегодня слушаем. Вот поступил вопрос, вопрос, точнее, поступил. Спасибо, Яну Евгеньевичу, что он сейчас слушает. Ян Чеботарев. Спасибо. Задает он вам вопрос, спасибо редактору Ане, что доставило в студию этот вопрос. Николай очень профессионально занимается фотографией. Не планирует ли он выставку своих работ на бумаге смотреть интереснее, чем в электронном виде на сайте? Вот такой вопрос. Честно говоря, такая очень короткая мысль как-то проскочила, а плотно не обдумывал это. И я до сих пор, да, я занимаюсь фотографией, но я не считаю себя фотографом. То, что это немножко другое, как бы, не знаю, надо подумать. У вас как-то происходит? Вот вы сфотографировали и все, куда-то в архив положили? Нет, да, они не в архиве, да. Я обработку делаю, фотографии 100%, да. Храню пока фотографии, но есть такое правило, интересно, однажды мне высказал, это Сергей Толя, известный фотограф, когда он здесь в Киров приезжал. Он интересную вещь сказал, что если ты из 100 фотографий 99 уничтожишь, а одну оставив, то да, ты уже фотограф. Но пока я в архив все складываю. Сколько архивов достигает порядка? У меня, я не помню, в количестве, но где-то 15-20, наверное, если не больше. 15 гигабайт, ну. Это уже обработка. Тысячи. Это обработка не испортно получается. Конечно. Ну, вы знаете, да, что у нас накануне, ну, не накануне, вернее, в воскресенье открылась галерея имени Широкова. Да, да, да. На Гайдара-1 и недалече, как вчера Владимир был в нашей студии. Он сказал, что эта галерея в перспективе будет открыта для всех фотографов местных, кто сможет выставить там свои работы. Хорошая ведь идея? Нет, идея замечательная. Просто, что относительно меня, я пока, как бы, когда фотографирую, я не задаюсь целью. Такое, что сфотографировать, чтобы это сделать на выставке. Я вот сам, у меня как, я для себя называю, глаз у меня лег на какой-то кадр, я что-то увидел, я его фотографирую. А чтобы специально ходить и именно под выставку работать, я такое не делаю. Смешники не просят в ваших снимках? Бывают. Ваших снимках? Бывают, берут. Безвозмездно? А я не требую ничего, я на сайте написал, пожалуйста, любой, пользуйтесь любым снимком. Ну, естественно, ссылка, что вы говорите. Ну, если, нет, я как бы добровольный. То есть, ну, поставят, поставят, не поставят, ну, ради бога, я без обид. Ну, я надеюсь, что вы ответили на этот вопрос, Яна Чеботарева. Следующая тема, которая обсуждается в последнее время в нашем городе, это ситуация вокруг регионального отделения партии «Яблоко». Как известно, 16 мая, в пятницу прошлую, прошло бюро партии, которое решило исключить руководителя нашего регионального отделения Евгения Кокаулина из рядов партии за поддержку комитета «За русскую весну», который в нашем городе открылся не так давно и начал свою работу. По словам самого Евгения Борисовича, он ждет еще решения партии в письменном виде. До этого момента он продолжает, собственно, выполнять свои функции. И, как вчера стало известно, хозяйственными вопросами по линии партии, финансовыми, будет заниматься Денис Шахов. Временно. Временно будет заниматься. Вы следили за этой ситуацией? Как вы вообще оцените произошедшее, начиная от момента создания? Или раньше все-таки? Не, ну, я так скажу, я следил, это интересное, конечно, событие, но я не так, чтобы там уж скрупулезно. Просто я почему поясню, что эта партия, у нее есть свой устав, свой регламент, они сами работают, и как они решили, это их право. И тут осуждать их или обсуждать как-то, наверное, неправильно. Если не посчитали вот так нужно, ну, значит, посчитали, это их право. Вот сам Кокаулин отметил, что постановление этой самой партии исходит из ложной информации, полностью игнорируя тот факт, что речь идет о председателе одной из региональных отделений партии, который за последние два года дважды был избран на конференцию. То есть он поддержан? Ну, времена меняются. Ну, я Евгения очень давно знаю, мы с ним знакомы уже с далеких 90-х, когда еще только Яблоко здесь создавалось. И, кстати, я могу сказать, что я в то время сделал один из первых региональных сайтов Яблок в России. То есть поучаствовали все две, при этом не являясь членом партии. Не, не являясь, у меня работник был членом партии, Яблоко, и он как-то мне рассказал, я говорю, а давай попробуем, сделаем. Ну, и сделали это, и там от Явлинского письма были там, ну, ладно, это уже прошла история. Дело в том, что Жене, я ему прям не раз уже высказывал напрямую, что у нее яблоко уже покраснело немножко, и у нее есть такой уклон уже в Камышевске и так далее. Ну, вот в данной ситуации как считаете? Ну, давайте уже попросту скажу. Понесло, Евгений Борисович, понесло? Я считаю, что да, несколько есть. Конечно, ну, человек, если ты вступил в партию, обязан соблюдать устав партии, а тем более политику партии. Здесь уж надо смириться. Или выйти из партии, честно сказать, что я не согласен, да и выйти. Ну, а может быть, вот это решение бюро партии об освобождении места руководителя рекотделения как-то, нельзя, крылья сейчас расправятся. Евгений Борисович, еще для общественной деятельности какие-то новые идеи с более напором-упором отстаивать проблемы? А я не исключаю, потому что он товарищ такой энергичный, боевой. Так что, может быть, да, что-то, может партию свою какую-нибудь создаст, может, еще что-то. А может быть, на губернаторские выборы пойдет? Ну, почему бы нет. В порядке самую бюджетность? Ну, почему бы нет. А вообще, яблоко, как оцениваете у вас, на политической арене у нас в области, значимая для вас политическая сила? Я бы не сказал, нет, особо, так сказать... Ну, как известно, она не представлена у нас в партии. Она, возможно, не представлена, да, ни в городском, ни в областном, и как-то активности особо я не замечал. Может быть, это такая дань уже, не знаю, в 90-м, потому что, конечно, не будет обидой для чинов партии. Не, ну, все равно целью партии является попасть во власть, и надо к этому стремиться, и надо этого добиваться. Но активности я не видел особо. Для вас есть такая персона, которая могла бы стать руководителем репределения сейчас? О, не знаю, не скажу. Не знаю, кто убежденный яблочник. Но я одно знаю, что... И вот среди моих приятелей, друзей, есть люди, которые постоянно голосуют за яблоко. То есть они поддерживают, как бы, все. Может, кто-то появится. Вообще, в этих делах таких, я считаю, когда появляется какой-то молодой, энергичный, он гораздо лучше, он дает движение какое-то, встряску дает. Вот что-то по-другому начинает работать и так далее. Так что, я думаю, может быть, это и к лучшему для яблоку. Ну, давайте продолжим обсуждение, как мне кажется, значимых для нашего города тем. Сегодня часть дневного разворота у нас этой теме была посвящена. С 12 часов мы обсуждали создание в Кирове новой маршрутной сети общественного транспорта. Речь идет об аукционе, который устраивало управление транспортом и благоустройством городской администрации. Конкурс состоялся. Выиграл этот конкурс Вятский государственный гуманитарный университет. Грант 836 тысяч рублей. И на эти деньги в течение ближайших месяцев студенты, волонтеры должны будут провести опрос граждан по поводу их предпочтений в пользование общественным транспортом. В итоге все это должно вылиться в какую-то большую, хорошую, научно обоснованную транспортную сеть, которая будет, собственно, внедрена в нашем городе. По словам главы отдела транспорта Олега Чичебабина, возможно, какие-то у нас маршруты исчезнут, какие-то сократятся, возможно, появятся новые. Но все это во благо граждан, со слов представителей администрации. На Ваш взгляд, необходимо такую работу проводить? На мой взгляд, необходимо проводить. Давно ее надо было провести, но с одним существенным но. Я уверенно считаю, что такого рода исследования и такие рода предложения, как карты маршрутов города, должен делать внешний взгляд. То есть люди, бригады, которые это будут заниматься, они должны быть из другого города. Чтобы у них глаз был не замылен на наш транспорт и на все прочее. Они, ну, по-честному, идеализировали, как надо. А мы сейчас все равно начнем приспосабливаться, как получится. Интересная мысль. А кто могут быть эти варяги? А любое. Специалисты, безусловно, какие? Конечно. Мы могли объявить аукцион на всю Россию и приехали бы, я не знаю, из Тюмени, из Селябинска или еще откуда-то, и сделали бы профессионально, грамотно это все. Но ведь на это нужно больше времени, наверное, чтобы вникнуть во все наши транспортные очки. Нет, нам лучше транспорт надо. Да, да, да. Это нужно контролировать через народ, чтобы это решение затвердить, утвердить. И в этом случае вы считаете, что может возникнуть это? Да, мне кажется, обязательно вот такую программу надо выносить на все обсуждения, проводить не одно, а несколько публичных обсуждений, широко и в СМИ и так далее, и тогда уже корректировать это, что-то делать и добиваться. Ну, кстати, на различных сайтах уже появились комментарии по поводу этого мероприятия. Звучит там мнение представителей серьезных таких научно-исследовательских каких-то структур. Они говорят о том, что это изучение общественного мнения по поводу транспорта нужно все-таки проводить именно на серьезной научной основе. Я тоже считаю. Вот именно этими институтами, на это должны выделяться куда-куда большие деньги. Ну, это институт сам себя лоббирует. Нет, почему? У нас, по-моему, в каждом городе есть какие-то структуры, которые этим могут профессионально заняться. И почему именно этот институт? Я ни в коем случае не согласен даже. Вот по словам Александра Юрия, простите, Балыбердина, зам. ректора по научно-исследовательской работе в ЭГГУ, которые сегодня эти слова у нас в эфире прозвучали, это все будет делаться на базе научных изысканий одного из преподавателей, докторов экономических наук вуза. То есть все-таки там научная составляющая серьезная у нас есть. Так что, возможно, не будет такой выстрел в небо. Вы понимаете, вот иногда при производстве какого-то изделия происходят интересные вещи. Есть дизайнер, который создает образ этого изделия, а потом есть производство, которое производит. И вот когда до производства доходит, они начинают править дизайнера. Так, ты вот здесь синенько-перекрасно-красненько, ты вот этот уголочек закругляй, этот распрями и так далее. В результате получается неизвестно что. Может получиться и здесь, по вашему мнению. И здесь. Типа этого. То есть заточат его под именно условия города. Город скажет, нет, мы это вот не можем сделать, а не давай переделывать. А надо добиваться, чтобы эта программа была фактически идеальная, что надо вот так. И город пусть не через год, пусть через пять, но добиваются и делают то, что надо. Ну, кстати, возможность поучаствовать в этом опросе есть не только, как говорится, в бумажном варианте, не только у студентов эту анкету взять заполнить, которые ходят по улице, но еще и в интернете. Вы уже заглянули куда-то на анкету? Это и проблемы других маршрутов. Меня еще насторожило то, что там в одну кучу смешаны и те, кто пользуются общественным транспортом, и автомобилисты. Может быть, это не стоило бы мешать? Конечно, не стоило. Дело в том, что я знаю немало автомобилистов, которые вообще не знают, где какая улица у нас, или какая остановка, и какой автобус, и троллейбус ходят. Они вообще не представлять не имеют. Они знают, что они ходят там, какие люди не представляют. Что они могут сказать? А вот для вас, идеальным результатом этого исследования, что бы было? Ой, трудно сказать. Появление этих же новых маршрутов, изменение маршрутов? Нет, по маршрутам вопросы есть. Например, у нас есть улица Горького, по которой почти ничего не ходит маршрут. Ну, редко там можно... Там вот Горького 5, особенно здание, там комплекс целый административных и офисных зданий. Там посещаем очень большая, пассажиропоток, но там ничего не ходит. Например, у нас до сих пор, а раньше это были автобусы, жилой микрорайон на Комсомольске развивается. Там ни одного автобуса сейчас нет, не ходит. И такие улицы есть. Там улица Луганская, например, почему-то она хоть разбита, но там сам Бог как бы велел пустить маршрут. Но, однако, нет. Интересно, какие деньги потом потребуется выделять из городского бюджета, собственно, на уже притворение в жизнь? А мне интересно. Много системы, которые будут разработаны. Мы все же давайте или деньги вам считать, или чтобы нам, как горожанам, жилось удобно. Особенность нашей современной жизни. Без денег никуда, и, собственно, приходится их считать, конечно. А для этого власти есть, пусть ищут, и выискивают, и резервы, и еще что-то. Надеемся, что будут все-таки проводиться некие общественные слушания. Надеюсь. Там, когда будет проведена эта работа студентами, и когда, собственно, эти данные все будут обработаны. У нас середина часа, середина особого мнения. Я предлагаю прерываться на пару минут на рекламу, после чего продолжится особое мнение Николая Пихтина, члена общественной палаты Кировской области. Продолжается программа «Особое мнение». В гостях нашей студии Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. Меня зовут Владимир Спытанин. Продолжаем говорить о делах городских. Вот какая тема. Об этом стало известно на днях, если говорить более точно позапрошлой неделе. Речь о том, что появилась информация, в том числе размещенная на сайте общественной палаты, о том, что городадминистрация разрабатывает некие поправки в законодательство, которые запрещают переводить имеющиеся на территории нашего города парки и скверы в какие-либо другие зоны, на которых уже возможно строительство. Ваш коллега по общественной палате Николай Анатольевич Бурков, он прямо сказал, что давно пора заниматься. Хотя конкретника, конечно, еще неизвестно. Что это будет? Я полностью поддерживаю. Давно пора это было сделать. И странно, что этого давно не было. Здесь я скажу, что здесь и влияние общественной палаты сказалось, что общественная палата не раз этот вопрос поднимала, и жестко поднимала, и говорила о том, что такие вещи пора запрещать. То есть есть парк, сфер и так далее, и ни под каким соусом ничего не должно переводиться. У нас и так деревьев в городе недостаточно. При норме 16 на квадратные нажители у нас 6. Правда, город Лукавит, он начинает приплюсовывать за речный парк, и цифры получаются больше. Каким образом за речный парк действует на нас? Ну вот, на мой взгляд, все-таки последнее событие потолкнуло чиновников? В том числе, мне кажется, да. Все же общественное мнение. Да, не знаю, Карла Маркс, да, дворец пионеров. Да, целая волна прокатилась, да. Парк Победы в том числе, и поэтому это правильно. Хотелось бы, конечно, узнать эту конкретику, что это в итоге будет. Я же вам, по-моему, рассказывал, это было уже, много прошло, уже года два с половиной, наверное, прошло. Я был в городе администрации и спросил, просто поинтересовался парк засора, планируется ли что-либо за стройка. Мне сказали, категорически это памятник природы и так далее, охраняется государством, никаких строек там быть не может, потому что не может быть. Но, однако, смотрим, сегодня строится. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, как можно быстрее были приняты эти поправки, и, действительно, зеленые зоны продолжали оставаться зелеными зонами. Мы поживем и увидим, действительно, во что вылится эта деятельность законотворческой городской администрации. Не, ну, мы живем, ведь, понимаете, ну, не Япония, что на каком-то острове живем, у нас земли нет. Ну, у нас земли предостаточно. Ну, вон, на районы можно осваивать. Найти инвестора, провести коммуникации и, пожалуйста, расшлезься хоть право, хоть лево, хоть куда. Везде все поля свободно, леса. Еще одной темой хочется коснуться, касающейся многих и многих жителей нашего города, жителей нашей страны, всего мира, тема урения. И наши с вами. Да, наши с вами. По статистике, по официальным, по последним данным, да, у нас в стране порядка 60%, мужчин страдают этой привычкой порядка 40% женщин. Речь о том, что с 1 июня сего года, уже через несколько дней, вступит очередной в силу пакет поправок в рамках этого закона об ограничении людей от воздействий, вредного воздействия табачьего дыма. С 1 июня запрещено будет курить в поездах дальнего следования, в частности, в гостиницах, ресторанах, барах, магазинах. В интернете все, кто критикует этот закон, сходятся в том, что это борьба не с курением, а с курильщиками. Так и есть. Вы, по-моему, да, вы рассказывали. Так и есть, да. Интересную статью прочитал буквально сегодня. Вот, представляете, едет поезд, остановка, все, кто курит, выбегают, выкуривают. Секундочку, секундочку. На перроне нельзя курить, и еще должны 14 метров отбежать. На перроне, чтобы покурить. На перроне тоже нельзя, я просто прочитал, что только на пригородных платформах нельзя. На перронах нельзя. И вот автор статьи, которую я сегодня прочитал. И зимой, представьте, картину, да. Ведь пожароопасность повысится. Люди будут курить в самых каких-то закуточках, куда-то забегать. В туалетах будут курить. В туалетах, конечно. Возможно, стоит один в тамбуре, другой дежурит. Да, как-то они между собой переговариваются. Не понимаете, закон направлен как бы на то, чтобы защитить людей, не курящих. Отредного, значит, запаха табака и так далее. А сейчас люди, мужики, наверняка, я уверен, 100% будут курить в туалетах. До чего до сих пор они не делали. И женщина, заходящая после них в туалет, она будет в этом мраке стоять. В тамбуре там проветриваться моментально быстро. А здесь вот таким образом получится. А кто следить в поездах, кроме за исполнением этого закона? Не проще ли было, допустим, в тамбурах организовать эту же вытяжку, сделать более мощную. И еще и проблем нет. Вопрос контроля наказали, ведь наказание. В виде непроводников это все будет. Они будут... Понимаете, вот представьте ситуацию. Я еду, я сам курящий. Я еду, я зашел в туалет покурил. Стоит полицейский, меня встречает. Ага, курил? Да он не докажет, что я курил. С чего я курил-то, где он меня видел? С сигареты, что ли? Конечно, не видел. Опять-таки, норма закона говорит о том, что с поличным нужно. Конечно. С поличным. Конечно. Так что это все такое опукавлено. Здесь, может быть, чисто политические пытаются людей настроить, чтобы, вроде, бросать и курить. Кому надо, бросить и так, и без закона, и без всяких. Штрафы за курение в неположенных местах, как известно, уже есть. С ноября прошлого года Госдума утвердила. Статистика вам попадалась? Сколько все-таки уже привлечено в стране? Нет, по-моему, я не попадалась, но я уверен, что там копейки, единичные случаи. Я и сам попался однажды на такой штраф на Украине. Я поехал в 2012 году на Украину. А там есть? А там уже нельзя курить в поездах. Я не знал об этом даже. Не вывесок, ничего не было. И меня аж так ругали. Сумма? Сумма, я, по-моему, полторы тысячи заплатил рублей. Но там они хитро действуют. Полицейские, милиция украинская, они подошли, мне право выбора предоставили. Или мы тебя с Сашевым составляем протокол административный. И там, получается, мне 1200 рублей. Или давай сейчас рассчитывайся и езжай дальше. Без оформления каких-либо установлений? Да, конечно. А по закону положено составить протокол. А протокол только как бы вне поезда составляется. Конечно, называется, срубили денег с вас. А у меня выбора не было. Ну и что? Вот с этими запретительными мерами меньше у нас? Нет, я дальше ехал, я выходил в туалет, курил. А что делать-то? Продолжали нарушать. Ну а что делать? Ну и что вот в итоге с этим введением этих антитабачных мер что у нас изменится, на ваш взгляд? Народ озлобится. Куряющий. Штрафы-то, как известно, там немаленькие. От 500 до 1500 и самый большой штраф за курение на детской площадке. До 3000 рублей. Нет, опять же, опять то же самое, особенно в поездах. Ну, понимаете, вот это же составление протокола. Как он будет составляться? Опять будет предлагать человеку выйти на станцию, ставить протокол. И таким образом он там на сутки, а то больше задержится где-то. То есть здесь пойдет коррупция, прямо человек будет рассчитываться на месте, скорее всего. В общем, ничему хорошему это не приведет. Хотя бы, возможно, какой-то маленький небольшой процент курильщиков все-таки проникнется, стремление наших законодателей. Владимир, здесь идет с другого немножко. А если сейчас даже озвучат какую-то цифру, да, что вот столько-то людей бросило курить, то мы не знаем, сколько была цифра, допустим, 5 лет назад. Может, их столько же каждый год бросают. На, все сравнивают. А нам сравнения не дают, поэтому, ну о чем говорить-то? Вот есть тут результаты еще одного опроса, фонд общественное мнение проводил. Вопрос был, какие законы, принятые в последнее время, вы поддерживаете больше всего? Очень много законов, на каждый закон процент небольшой, но все-таки лидируют в этом списке как раз-таки антитабачные меры, антиалкогольные, ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения. Но с другой стороны, примерно такие же проценты, которые люди, которые, собственно, недовольны наиболее этими законами. Ну, честно говоря, этого и слилало ожидать. Тут как бы нормальная ситуация, ничего страшного нет. Отлукава немножко. Вот правильно сказали, здесь больше это борьба идет с курильщиками, не с курением. То есть, по сути, это государство говорит, вот здесь нельзя курить, здесь нельзя курить, а там хоть закурить. Так же и с алкоголем. И продолжай портиться. И так же с алкоголем, да. Вот в этот день нельзя покупать, но ты можешь заранее купить и в этот день, целый день пить. Тебе никто не запрещает. А купить нельзя. Ну, мы обязательно еще попытаемся поинтересоваться у владельцев заведений, вообще петербаров, ресторанов, кафе, где, собственно, тоже нельзя будет курить. Что они будут предпринимать в связи с этим? Какие-то отдельные курилки, помещения, да? Ну, в принципе, да. Опять же это дополнительный расход. Ну, это их проблемы. Но, понимаете, вот, например, проблема серьезная с курением в учреждениях здравоохранения, в больницах, где люди лежат. И так далее. Если человек всю жизнь курил, и он пришел, а мне рассказывают, что такие случаи были, и вдруг больница резко бросает, то у него может быть очень резкое ухудшение здоровья. И дальше, второе, я сам на себе это испытал, когда уже это была вторая половина ноября, уже снег выпал, нам начали запрещать курить в туалете, мы бегали на улицу, в тапочках раздетые. Опять же, люди будут и простывать, и все прочее. Ну, мужик все равно не бросит курить. Смекалку. Поэтому нужно сделать комнату для курения, с хорошей вытяжкой, вентиляцией и так далее, и пусть ходят там и курят. Остается у нас еще несколько минут, а тема еще есть интересная. Вот тема очень такая серьезная, сложная, касающаяся всех жителей нашей страны. Это так называемая муниципальная реформа. Очень много материалов в последнее время там. Да, сложная. Да, по этому поводу поступает. Хотелось бы сразу уяснить, все-таки прямые выборы мэров, городов сейчас у нас есть, или их у нас уже все, из законопроекты изъяли? Потому что в окончательном еще в виде ничего не оформлено. Нет, их не изъяли, но 77% вот по этому вопросу, значит, россиян, они за то, чтобы выборы были прямые мэров. Но Госдума как-то так по-другому думает, и это мнение в Азииски не учитывает. На сегодня, я, насколько знаю, ко второму чтению, вот мне тоже для меня это такая определенная загадка, как депутаты готовили закон, что ко второму чтению он абсолютно полностью переписан. Они о чем думали-то. А изначально законопроект он все-таки предполагал. Предполагал. Потому что люди будут прямых выборах себе, собственно, находить. Нет, там, да, проблема прямых выборов. Кроме того, есть проблема двоевласти, которая существует. На сегодня у нас мэр, поличевский, ни за что не отвечает, хотя многим распоряжается и поличевское управление осуществляет, а ответственности-то почти скинет. И вот еще, буквально накануне, да, в СМИ появилась информация о том, что группа депутатов Госдумы, единороссов, в том числе и депутатов Кировской области, Вячеслав Тимченко, подготовил свой законопроект. В частности, он предполагает создание в каждом районе города, у нас, напомню, 4 в областном центре, некоего своего районного совета, который потом будет делегировать депутатов в общегородскую думу, и эти уже депутаты будут выбирать из своего числа главу города. Вот такая система. Это, опять же, уход от ответственности. Этот же мэр потом сказал, ребят, так меня вот они избрали, ты вы что ко мне-то выйдете? Я перед ними, да, отчитаюсь, а перед вами я как бы не отчитываюсь, перед горожанами. А я бы городе вообще предложил от районов выйти, они зачем нужны, вообще непонятно. В Москве один район, больше нашего города раза в два и справляются нормально, а у нас еще на 4 части раздробили. К чему это? То есть, не поддерживаете? Я вам скажу, я еще в советское время против этого выступал. Еще когда Нововятск, помню, присоединяли, я категорически возмущался и говорил, зачем это еще нужно. И вообще, надо все районы поубирать. Кстати, у многих жителей Нововятска, по-моему, до сих пор какая-то обиды, да, осталось? Из-за того, что присоединили в свое время. Да, да, есть. И ведь, понимаете, выборы мэра, это одна часть вопроса, но не решаться самый главный вопрос, это бюджетные отношения. До сих пор не решаются. Остается у нас еще пара минут, ну, на одну из любимых ваших тем, на тему интернета, да, хотя, конечно, вы уже высказывались, для одного из изданий я прочитал. Продолжаются попытки, точнее, не попытки, а выпады властимущих в адрес всевозможных интернет-сервисов. Вот Роскомнадзор на прошлой неделе, да, так гневно заявил, да мы можем закрыть и Фейсбук, и Твиттер буквально на следующий день. Медведев им довольно хорошо и правильно ответил, о чем, как-то, очень многие писали, что чиновники порой мозги включали бы. А что он имел в виду? Он прямо так и сказал, чиновники иногда мозги включали бы, прежде чем говорить такие вещи. Но самое-то интересное здесь другое. Допустим, и сейчас этого чиновника наказали, там, выговорку-то не вели, все, но самое-то интересное другое. В мозгах-то мысль-то у него, это же осталось. Что он в любом минуте готов закрыть все это. Основанием стало появление неких провокационных, да, записей в Твиттере? Нет, для этого и аккаунты, это удаляется. Записи это удаляются. Какие проблемы-то? Проблем-то нет абсолютно. Есть все законы на сегодня. Пожалуйста, это же чиновник, напиши заявление, органы, а органы проверят, вычислят, и проблем-то нет. Ну, а в принципе, вы как смотрите на это, может наступить момент, когда, не знаю, какая-то социальная сеть, какое-то сердце возьмет и прекратит свое существование по чьей-то воле политической? Дойдем мы до такого? Не хотелось бы в это верить, думать, что такое будет, но исключать этого я не знаю. На сегодняшний момент в нашей ситуации я этого не буду. И этот удар будет в первую очередь по кому? По всем жителям, по всем странам, по свободе слова, в том числе. Ну что, нужно будет жаловаться в какие-то европейские органы? Ну, а если решат власть, это бесполезно зажаловаться. Это не поможет. Или это все-таки такой вот инструмент запугивания, что ли? Мы ведь можем в случае чего смотреться. Нет, это так и есть. Пока это так. Так и есть, да. То есть, смотрите, мы все наблюдаем, все смотрим. Хотя я сомневаюсь в этом, так что имейте в виду, но хотя с другой стороны здесь, понимаете, есть еще один момент такой есть, о котором мало кто обращает внимание. Он такой, ну, я бы назвал его воспитательный, что ли. Что же человек, выходя в соцсети, должен себе отдавать отчет, что его читают десятки тысяч людей. И надо думать головой, прежде чем что-то писать. И не именно про чиновника, а даже про нас. Ну, надо думать, а то порой и мат сыплется, и так далее, но читают люди, которым мат неприятен и так далее. То есть, головой-то надо думать. И чиновникам, и нам. Не пишите матом. Не думайте матом. Советует Николай Виквихтер, член общественной палаты Кировской области. Завершается ваше особое мнение. Спасибо. Быстро время пролетело. Я думаю, что вскоре встретимся снова на этом же месте в нашей студии. Спасибо. До свидания. Вам спасибо.